Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы, Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, познавшие радость и любовь, В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 27 июля, день Акилы, назван в честь памяти святого апостола Акилы. Он один из семидесяти был учеником святого апостола Павла, и им был поставлен в епископы. Святой Акила, проповедуя Христа, привел ко спасению великое множество душ человеческих, Обративший язычников от идольского служения и крестивший. Претерпевший немало напастей, он был убит неверными и обрел покой на небе С прочими святыми апостолами по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Считается, что с этого дня начинает постепенно наступать осень. Этот день часто выдавался пасмурным и дождливым, с сильным ветром и грозой. Что касается погоды, то она становилась очень переменчивой. Согласно старинным поверьям, сегодня на свет выходила нечистая сила в виде молнии, поэтому старались без особой необходимости не покидать свой дом во время грозы. В этот день нужно было обязательно задобрить полевого духа. Согласно преданию, он живет в поле и защищает посевы от непогоды. Для этого оставляли у последней полосы жатвы горшок каши, а на саму полосу клали пучок ржи. Считалось, что эти действия будут залогом хорошего рожая в следующем году. Народи верили, что нечистая сила сегодня может обратиться птицей, домашним животным и даже ребенком, поэтому были сегодня особенно внимательны. Главной опасностью этого времени были молнии. Было замечено, что в одни деревья молнии ударяют намного чаще, чем другие. Не стоит находиться в грозу под такими деревьями, как, запоминаем, сосна, ель, дуб, береза. Оказывается, их корни уходят глубоко в землю и выполняют роль своеобразных громад водов. Невысокий кустарник считали наилучшим убежищем. Приметы. Если чайки плавают в водоемах в хорошей погоде. Обращайте внимание на соль и сахар. Если они засыхают комком, будет жара. Вот этот вот супец, который мы будем с вами потреблять хотя бы раз в день или через день, будет способствовать тому, что те вещества, которые мы съели в виде хлеба, ну с хлебом там, с вареными овощами и остались в нашем организме, будут потихонечку растворяться и выводиться. Лучше заработают почки, печень, кстати. Но меня не окажет это какой-то сейчас эффект слабительного средства, нет? Немножечко выпейте. Немножечко выпейте. И очень верное замечание. Значит, все сначала пробуйте буквально таки с ложечки. Почему? Потому что человек не привык питаться свежей пищей. Он не привык, что сразу такое билиферментом попадает в организм. И они быстренько начинают работать там у него. И его может немножко... И вот это как раз про ослабление будет говорить о том, что идет очищение. И пускай себе оно идет, очистится. И после того, как все это закончится, все эти процессы, будете чувствовать себя великолепно. Все будет усваиваться, съели. И все усвоилось так, как надо, одна сила. Кстати, я... Геннадий Петрович, вообще, когда пьешь, это напоминает сок. Свежевыжатый. А вот мне кажется, если бы мы туда, например, добавили обжаренный черный хлеб, то есть в качестве гренок солененьких, такой, мне кажется, был бы тоже пикантный. Вкус. Вот смотрите, когда мы добавляем что-либо обжаренное, вот это все, что-либо обжаренное, оно уже, понимаете, делается несъедобным. Мы его употребляем, и оно вроде бы у нас усваивается. Но смотрите, что делается. Тот же кальций, который в процессе термической обработки слегка становится неорганическим, он сначала печень нашу загрязняет. И, кстати, способствует тому, что начинают потихонечку образовываться желчные камушки, песочек в печени. Раз. Далее, пройдя еще через печень, он начинает оседать у нас в сосудах, вызывая варикозное решение вен и геморрой. Уж извините за выражение, да? Дальше, продолжая свое движение неорганический кальций, начинает откладываться в почках и вызывает появление там песка и калужка. Света и возвращается к морковке. Оказывается, она обладает еще такими целебными свойствами, как укрепляет сетчатку глаза. То есть, если мы будем пить вот этот сок, то мы будем хорошо ее видеть. И даже в темноте. Это очень хорошо. Особенно при моей профессии, когда столько приходится учить текстов. И, кстати, текстов учить. Дело в том, что когда, я сам знаю, сапфиты смотрим, у нас слизистые сохнут, возникают различные такие заболевания, как конюктивиты, блефориты, то все это также будет уходить. Это хорошая профилактика от этих заболеваний. Вот я это запомнила. Потому что слизистые укрепляются. Слушай, а вот у тебя еще дача, ты говоришь. А что там? Только морковку сажаешь там или что? Ну, начнем с того, что дача не моя, построена родителями. Вернее, они купили настоящий деревенский дом с печкой, довели его до совершенства. Там 16 соток. Это хорошо, земли много. Другое дело, что там 280 километров, я на машине летом туда легко доезжаю за 3,5 часа. Честно говоря, о земельке-то я пока не шибко думаю. Не хочешь руки так сказать, чтобы соприкосновать. Ну, я вообще люблю там ягоды какие-то пособирать. Да, то есть как бы... А какие ягоды растут? Ягоды растут. Крыжовник, малина, черная смородина, черноплодка, коринка в народе называемая. Не знаю, как это еще по-другому называется. Клубника, земляника. А что с ягод делаешь? Просто так кушаешь. Мы с мамой делаем соки. Выжимаем, да. О, это очень интересно. А как вы их делаете? То есть папа у нас пьет водку. Из-под нее остаются пустые бутылки. И эти бутылки мы потом используем, когда делаем с мамой сок. Яблочный или смешиваем, допустим, ягоды. И в эти бутылки потом у нас целые ряды сока. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok